Девушки отдыхают В секретных докладах военных и политических агентов уже был слышен грохот будущих сражений, несмотря на умиротворяющее слово «Тильзит». В июне 1807 года в городе Тильзит в Восточной Пруссии встретились два императора – Наполеон и Александр I. Итогом этой встречи стал Тильзитский мирный договор. Неожиданный союз вчерашних врагов, экзотическая встреча двух императоров на плоту посреди Немана, скрытый от современников секретный текст русско-французского договора в Тильзите – все это породило массу слухов и домыслов в общественных кругах двух столиц. В гневном письме накануне очередной встречи Александра I с Наполеоном в Эрфурте осенью 1808 года мать русского царя, вдовствующая императрица Мария Федоровна, писала «Этот противоестественный союз с корсиканским чудовищем кладет на репутацию царя неизгладимое пятно, за которое когда-нибудь даже грядущие поколения будут упрекать вас». Не было восторга от заключения мира в Тильзите среди наиболее дальновидных политиков во Франции. Первым, кто понял, что Тильзит – это шаг к будущей войне, был министр иностранных дел Франции Шарль Морис де Толеран. Он своевременно ушел в отставку, став тайным агентом России в Париже, получая за это хорошие деньги из секретных фондов Александра I. Так что русский царь был не так прост, как это иногда казалось его современникам. В ответном письме своей матери Александр I писал «Тильзит – это временная передышка, мы должны работать в глубочайшей тайне и не кричать о наших вооружениях и приготовлениях публично». 16 марта 1810 года новый министр иностранных дел Франции Жан-Батист Шампаньи предоставил Наполеону секретный доклад. В нем говорилось о том, что Тильзитский союз больше не выгоден Франции и предлагалось начать создание мощной антирусской коалиции в составе Турции, Швеции, Австрии, Пруссии во главе с Францией для будущего крестового похода на Россию. Субтитры создавал DimaTorzok